И я благодарна за то, что у нас в Южном проходит тихо и спокойно ночь. У нас сейчас там жарко, из Бориславского района. Как раз сейчас там у нас идут бои. Удачи, удачи, еще раз удачи. Большое им спасибо за то, что они нас защищают, что они туда пошли. И молодцы, и очень большое им уважение за это. Я им говорю, доброго ранку, слава Украине. То они с таким задоволением подняли всю руку и сказали нам, героям слава. Это наши янголи, они защищают нашу рідну неньку, нашу Украину. Когда они рядом и с оружием, как-то более спокойно, и женам, и детям нашим. Наши мальчики молодцы. Они уже почти взяли Херсон, самый лучший, потому что у меня мама в Херсонской области. Я жду до этого момента, чтобы они освободили то село, в котором она находится. Я хочу сказать слава ЗСУ, всем здоровья и мирного неба. Перемога будет за нас. Я из Луганского, из города Кремина. И дякую нашим хлопцам, нашим ПВО, что наше место защищают. Одинскую область и всю Украину. Слава Украине! Чтобы их Бог сохранял. Чтобы они вернулись все живые и закончилась, скорее всего, эта война. Чтобы все были живые, здоровые. И родные, и дети. И все, родственники. И с датами. Да, и Бог здоровья. И с праздником. Чтобы они все вернулись живые. В первую очередь, хочу им пожелать силы и воли. Они у нас и без того очень сильные. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Чтобы у них все получалось. Потому что они наши защитники. Мы очень ими гордимся. Оценим их. И я благодарна за то, что у нас в Южном проходят тихо и спокойно ночь. Здоровья обязательно крепкого. Силы, терпения. Всего очень самого лучшего. И на Украине завжди кажут так. Доброго здоровья. Это такая стала форма. Так вот, мы все желаем им доброго здоровья. Повертаться живыми. И мы всем им очень благодарны. За то, что мы живем мирно. Что наше жизнь спокойное. И мы в этом уверены. Мы на них надеемся. И сегодня врань у меня был очень хороший настроек. Я ищу до нашей церкви. Потому что целых четыре святи. Для того, чтобы помолиться. Поставить свечки. И когда я встретила на дороге наших хлопцов. Ну, конечно, я им говорю доброго ранку. Слава Украине. То они с таким удовольствием подняли всю руку. И сказали нам героям слава. Они все неймовірные защитники нашей страны. Цей день я хочу сказать слава ЗСУ. Всем здоровья и мирного неба. Перемога будет за нами. Вы из Луганска скажите. Да, я из Луганска. Место Кремина. Дякую всем жителям этого города. Что прийтили нас. Привитали. Допомогают всем. Здоровья, счастья. И еще раз перемоги. Скорейшие победы. Это однозначно. Здоровье. Мужество. И всего самого-самого хорошего. Миру, скорейше перемоги, добра. Повертатися скорейше. Все, чтобы вернулося до нас назад. Наше мирное життя. И божаю им стойкости, мощности, здоровья. И перемоги. Перемоги. Головное сейчас перемоги. До каких слов я могу сказать. Хлопцы молодцы. Это так оно есть. Это так митя, которая у нас тут произошла в нашей стране. Она платила не столько народа, не столько людей. Они нас защищают. Я так спонтанно меня это все спросил. Хочется много чего сказать, но нет возможности подобрать слов. Что, здоровья этим хлопцям. Они, это наши янголи. Они защищают нашу родную неньку, нашу Украину. И это будет Украина. Большое им спасибо, что они нас защищают. Чтобы они держались, были мужественны. Ну и всего хорошего. Чтобы себя берегли, самое главное. Ну и возвращались домой к своим семьям. Очень-очень много знакомых ребят есть там сейчас. И созваниваемся, и рассказывают. Ну все хорошо говорят. Идут наступления, освобождают нашу землю. Ну и держатся. Держатся другого. У нас ничего пока нету. Так что, как-то так. Надеемся, конечно, на победу. Что все будет за нашими ребятами. Что они нас не подведут. Ну и все будет хорошо. И ПВО наши работают. Там летают непонятные вот эти всякие штуки. И так вот сколько они приходят, общаемся. Ну когда они рядом и с оружием, как-то более спокойны. И женам, и детям нашим, и матерям. Ну короче, более спокойны. Мы себя чувствуем, когда знают, что они где-то тут рядом. Чтобы они были живы и здоровы. Ну и быстрее, чтобы они погибли. Потому что у нас сейчас там жарко. Из Бориславского района. И как раз сейчас там у нас идут бои. Удачи им. Удачи. Еще раз удачи. Силы, здоровья нашего мальчика. Чтобы держались, окрепились. И чтобы уже настал мир у нас. Я желаю нашим хлопцям, чтобы сегодня праздник, три праздника. День Козацтва, Покрова и защитника Вечизни. Я желаю им, чтобы Покрова Святой Богородицы им помогла. И чтобы она им помогла, скорее, вигнать от этих варваров, которые до нас пришли на нашу землю. Есть знакомые, есть. Розповидают, что тяжко. Тяжко. Но ничего. Мы победим. Все будет хорошо. Мы, Украина. Моцного здоровья, витримки. Нехай не только Украина поддерживает их в эти тяжкие времена. Время оккупации Украины. В Российской Федерации. Нехай портет от дома живы. Мы считаем, что скоро скоро все будет закончиться. Все будет хорошо. Все будет Украина. А их родителям, дружинам, детям я желаю витримки, терпения, хорошего настроя, хорошего дня и ждать своих защитников из фронта. Все будет хорошо. И мы уверены, что мы победим. И дякую нашим хлопцам, нашим ПВО, что наше место защищают Одессию область и всю Украину. Слава Украине. Ангела охоронця бажаемо, чтобы защищали наших воинов, чтобы были смелые, решительные и всего доброго им. Мы за них молимся каждый день. Мы были в церкви, мы идем в церкви, да. Мы были в церкви, да. Бажаем здоровья, чтобы поветели себя живыми. Каждую ночь, можно сказать, чувствуем защиту наших защитников. Бажаем им мощного здоровья, чтобы Ангел охоронец, как Яна сказала, всегда был рядом, чтобы семьи были целостные, все было хорошо. И поскорее бы наступил уже мир. Большое им спасибо за то, что они нас защищают, что они туда пошли. Молодцы и очень большое им уважение за это. Чтобы вернулись все живы, чтобы мы их тут очень ждем, очень любим, очень ценим. И в принципе, главное, чтобы вернулись живы. К нам, к своим матерям, к своим детям. Ну и чтобы тех, как сказать, уродов побольше валили, чтобы их отсюда выгнали. Наша ширая армия очень сильная и непереможная. В данный момент наши защитники очень смелые и очень классные. Я желаю им здоровья, сил и насмаги. Чтобы они, этих орков, ну, как сказать, перебили всех. Я просто из Миколаевской области. Да, мы сами переселенцы. Переселенцы. И так, как в нашем селе триваются бои до этих пир и пир, как вам сказать, у нас получается там линия бою. То есть в нашем селе практически домовне осталось. Эти орки, они все уничтожили. И осталось 20% населения. То есть 80% домов уже уничтожено. Какие-то 15? Ну, уже даже 15, да. И наши мальчики молодцы. Они уже почти взяли Херсон. Все самые лучшие, потому что у меня мама в Херсонской области. И я жду до этого момента, чтобы они освободили то село, в котором она находится. Я желаю им здоровья, мощного, силы и всего доброго.